Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мне есть немножко что вам сказать. Дело в том, что случилось довольно интересное событие. В город Арбель прилетели ракеты, очевидно, с территории Ирана. И упали они недалеко от места пребывания американских дипломатов. Понятное дело, что в СМИ появились сообщения о том, что прямо в посольство залетело. Но на самом деле нет. В районе лишь. Но нам это интересно, с какой точки зрения. Нам это интересно не только с точки зрения антагонизма США и Ирана. Которая, кстати, тоже является не вечным. Потому что были периоды, когда, допустим, при Шахе до Исламской революции отношения-то были, в принципе, достаточно хорошие. Кстати, американцы сами косвенно поспособствовали установлению такого вот шиитского, исламского режима в Иране. Потому что, например, был период такой в Иране, когда к власти пришел доктор Масадык. Человек такой весьма прозападный, но и проиранский. Интерес его был в том, чтобы иранские месторождения углеводородов приносили деньги Ирану, а не западным корпорациям. Они, в том числе и ЦРУ, доктора Масадыка, в общем, свергли. Шах, конечно, после этого довольно долго правил. Но в итоге Исламская революция во главе с имамом Хамини, которого мы все, наверное, знаем, кто, по крайней мере, темой интересуется, Исламская революция Шаха свергла и установила режим весьма критически настроенный к Западу, к Америке. Более критически, кстати, настроенный, чем к Советскому Союзу. Потому что, согласно риторике Хамини, Америка – это большой сатана, а Советский блок – это малый сатана. То есть и то, и другое – это нехорошо, но американцы хуже. Так что, если бы, допустим, режим доктора Масадыка удержался и был бы более протяженный во времени, то, наверное, и Иран был бы другим. Вот, поэтому действия американцев, они, в общем, в этом смысле тоже имеют свои последствия. Значит, до этого, по-моему, 3-го числа, президент Ирака заявил о том, что он, в общем-то, не слишком доверяет НАТО и США как союзникам. И что он собирается строить многовекторность во внешней политике. Это означает, в том числе, что его отношения с Россией и Китаем могут стать куда более теплыми и конструктивными. Что это означает? По сути дела, это и другие события означают, что архитектуре вот этой гегемонии Соединенных Штатов на территории Ближнего Востока и некоторых других регионов приходит конец. Является ли это концом для Штатов как крупной мировой державы? Я думаю, нет. Дело в том, что когда-то, соответственно, в 50-е и потом в 70-е годы существовали два блока. Один назывался Сента, он же Багдадский пакт. Это были проамериканские режимы на Ближнем Востоке. А другой назывался Сеата. Это были проамериканские режимы в Юго-Восточной Азии. Ну, первый, как я уже сказал, существовал в основном в 50-е. И второй дотянул до 70-х. Значит, оба эти блока ныне не существуют. Они распались под влиянием антиамериканских всяческих выступлений, смены режимов на территории двух вышеописанных регионов. Что-то подобное, очевидно, мы видим сейчас. То есть, фактически, американцы теряют свои позиции. Но имейте в виду, что любое государство, неважно, это Восточная Римская империя в раннем Средневековье или Советский Союз-Россия, они подвержены таким вот синусоидам. То есть, когда-то дела идут лучше, когда-то дела идут хуже. Например, там, если вам нужен пример из древности, то при Юстиниане в VI веке Византия строит грандиозную Святую Софию и вообще впереди планеты всей. Потом, допустим, с 650 по 720, там даже грамотных епископов-то, очевидно, не так много. И вообще уровень культуры ниже Плинтуса, что называется. А императоры напоминают каких-то таких варлордов, скорее, чем императоров эпох более посвященных. А потом снова XI век, X-XI век, это период снова развития, снова, так сказать, прыжка вперед. Так и развал Союза, полная деградация, общественные бани закрываются, короче говоря, полная жесть. Заводы, люди занимаются кто чем. А сейчас, в общем, Россия выходит на, крайне геополитически, на новые рубежи, но и никто не будет спорить, что уровень жизни за прошедшие 30 лет, он несколько улучшился. Заметно причем. Значит, поэтому любое государство, оно вот так вот. Поэтому Америка, очевидно, хотя и вынуждена будет, видимо, покинуть некоторые регионы мира, сохранит мощную свою экономику, сможет, вероятно, решить проблемы внутренние, коих очень много, там, 2 миллиона бомжей, только по официальным данным, чего стоят. Вот. И двинется куда-то дальше. Кстати, ответственность за вот эти ракеты, прилетевшие, взял на себя, по-моему, уже корпус стражей исламской революции. КСИР. Это такая организация вооруженная в Иране. Наиболее идеологизированные и, так сказать, политически выдержанные части, которые участвуют, например, в сирийском конфликте на стороне Асада и так далее. В общем, будем смотреть. Вот. В панику не впадаем. Вот. Не плачем, не бьем себе по голове, а пытаемся анализировать, смотреть, что было раньше. Можно уж, ладно, в Византию не лезть, но уж ситуацию с американскими делами на Ближнем Востоке 50-летней давности посмотреть очень даже просто. Спасибо вам за внимание, друзья.